Дорожная служба Сейчас на эвакуаторе И куда-то нас везут Вот такие мигалки впереди Мы помолились несколько раз Доверились Господу Что-то случилось Подозрение было, что бензин кончился Но такого быть не может 200 километров всего проехали Какая-то другая поломка Вот такие дела Еще что скажете, Игнать Петрович К тому скажу, что если что-то где-то С нами будет, все равно будет известно Вы только Бога благодарите Это Бог чему-то нас учит И учит очень хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! надо брать где перчатки а там мои моих дверях на аккумуляторе это сделайте несколько снимков какой автомобиль а вы или своим моим не знаете вот на этом эвакуаторе нас привезли да как-то насчет контактов ну кто его знает контакты хорошие вот так вот слава богу за все благодарим бога вот какие тут машины косолапые поломанные значит тут газельки реанимации сейчас этот парень идет и что-то там несет какой-то чемоданчик ой Он что, зарядку принес, да? Вот принес парень зарядку Генератор, да? Генератор? Да Гук автоном Генератор 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 Там стружка была Путина Да Алтай Сибирь Путина Сибирь Путина Да Генератор 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 Ты знаешь, что Кузидею мы останавливались, когда казалось, он разобрал его, там мастер, и там стружка была какая-то, но он разбирал, думаю, еще там лишнего уже не надо. Это когда, наверно, Игорь был, да, Третьяков тогда? Так та поездка была. Ну вот, проехали мы уже сто с лишним тысяч километров на Газельке, ну и вот, ее надо подлечить маленько, подремонтировать. Вот она приносит, как и вор. Смотри, что это подставляет, лечить ее пора. Бум-бум! Эвакуатор, на котором нас приволокли. Ну, вам, конечно, телезрителям шум этот будет. Шум заглушать мой голос. Ну, Газельки шум для нас убаюкивающий. Мы тут и спим. Это наш дом на колесах. Я только до этого думал, как ты спал, так и все минуты двадцать назад. Она сегодня уже как-то на Третью, брат, ехала. Вот так какое-то качание было, непонятно, с чем это связано было. У нас больше всего беспокоит предъявление их цены. Что я снимаю? Посмотришь? Я сейчас быстренько сниму его. По-английски они не понимают. Ах, объяснить-то. По-английски они не понимают. А что, все время? До завтра, да? Моняли. Вам поблагодарить. Ну, уже точно установили генератор. Генератор, да. То есть клей мы сняли, да? Да, он глохнет. Он не должен глохнуть. И поэтому генератор, это, аккумулятор и сел. Аккумулятор сел, поэтому, да? Ты ему объяснил, что сам сделаешь? Я ему объяснил, что я сниму его, а его просто посмотреть. Да. Если там обмотка прозвонить, если там обмотка накрылась, то только... А что он показал все на сегодня? Чего? Он показал руками все на сегодня, да? Да, рабочий день. Показал все, рабочий день закончился. Ну, да. Утренние правила во Франции. До Парижа, 600 с лишним километров, у нас сломалась машина. Эвакуатором привезли сюда на стоянку. Ночь прошла успешно, слава Богу. Вот сколько машин здесь. Вот он, эвакуатор. Кажет, машин много. Вот сколько побитых машин. Ибо твое и царство, силы и слава во веки. Аминь. О, вставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню пьемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицу, помилуй нас. Слава от Своей Сыне и Святому Богу. От одра и сна воздвигнися, Господи, умай, просвети сердце. Уснемо и отверзивай ежепетите святая Троица. Свят, 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 если Божий, Богородицу, помилуй нас. И ныне и пристои во веки веков, аминь. Внезапно сводия прийдет. И кое-город же дия не обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Сегодня 17 июня. На пути к Парижу сломались мы. Благодарим Бога. Утренняя молитва. Лицо на восток. Вот сколько машин здесь побитых, поломанных. Гнать Тихонь вчера насчитал 62 машины. Слава Богу за все. Песня. 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 Господи, 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 остави, ослаби, отпусти вожьи предрешения наши, водные и неводные, я же славим, делим, 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 не лень, не умеет помашлений, водим, врачи во все дни жизни наши, все нам прости, Господи, услыши наши молитвы. Ослаби узор наш и выведи из этого места исправную. Даруй нам здравия и животным. И нашему транспорту. Дай исправность, Господи. Умудри в этом брата Николая, Виктору. И расположи в этом сердце людей, где мы находимся. Господи, услыши, Господи, молитвы всех молящихся о нас во благо нам. Боже, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся тебе на небе и на земле. Прими нашу молитву о всех заповедших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божьим, помилуй нас. Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас. Слава тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь, Саваок, вся земля полна. Слава Его, Аллилуйя. Ставились недалеко в Париже, встретили мусульмана. Фу! Мусульман из Нальчика. Илья Тихонич ведет полемику. Илья Тихонич говорит, как острый меч. Это язык, как острый меч. Нет, подключите. Я вам назову откровение, откровение, первая глава. Я зачем это говорю? Интересная полемика. Апокалипсис. Можем не снимать. Мы были в этом. Мы не хотим, чтобы меня снимали. Ну, да не. Беседа с мулы. Нет, мулы все. Мулы. Попустим. Я просим российских мул. Беседа с мусульманами. Ну, что такое? Езжаем там, где собирают деньги. Это мы идем во Франции. Очень тревожный был вчерашний день. Мы только вошли из Испании во Францию. И машина встала. Думали, горючее кончилось. Оказалось, дело сложнее. Но что удивительно. Остановились-то пустын на месте. Ну, прошло несколько минут. Только успели помолиться. Вдруг машина останавливается. Которая за порядком на дороге смотрит. Женщина подходит. Ни одно слово. Ни она нас не понимает. Ни мы ее. Но поняли, что надо что-то делать. Здесь вам стоять нельзя. А куда двигаться-то? Ну, потолкали машину. Пробовали, чтобы тормознуть и завести. Не тут-то было. Но она дала понять, что вызывает эвакуатор. Проходит совсем мало времени. Вот он, эвакуатор. Я не видел раньше, как он работает. Наклоняет платформу. А мы сидим в машине. Затянул кверху. Мы сидим уже на высоте. Конечно, снять ничего нельзя было. Но проехали совсем немного. Прямо рядом. Километра может 3-2. И вот завозят на какую-то площадку. Я посчитал, что 62 машины там повреждены. Одна длинная такая, как свадебная Пугачевская. На отдельной платформе. Утром рано ее увезли. Брат Николай Павлович Кручина стал смотреть. Дело сложное. Оказалось, аккумулятор сел разряжен полностью. А новый купленный. Опять генератор. Тот, который в Кузидеево нам смотрели. Там стружку нашли. Какой-то Сергей один. Ну вот теперь эта беда пришла вторичная. На душе до того печали. Я стал прикидывать так. Вот если я говорю, умру, а этот делает гробы, Павел Суворов-то. Он говорит, я говорю, сколько стоит? Да вам я бесплатно дам. Я говорю, надо было взять мне его. Вперед-то поставить поперек. И туда меня положили бы, и незаметно все равно домой бы доехали-то. Как-то бы. А без машины ничего. Я понял, что важно не мы в путешествии, а самую важность занимает именно машина. При машине все парализованы. Ну ничего, дальше разговоров никаких нет. Только молиться и плакать. Николай посмотрел и... Ну а что я-то со стороны смотрю. Виктор тоже только где стекла протереть. Который нас принял, видно, безбожник наколотый, со змеями на шее. Ничего не слышит. Только привезли, скатили нас. Как скатывает интересно. Я увидел на другой машине как. Наклоняет платформу. Она на землю, по-моему, ее на железном тросе стягивает. И дальше, как она после отойдет. И дальше он заходит. Он один, оказывается, шофер-то. Никого нету. У нее запрограммировано, какую операцию за какой делать. Ну вот мы там остались. Он сразу 242 евро сгладил с нас. Там 20% и на НДС было. А у нас, если денег-то нет, так нам и до дома не доехать тогда. А ему деньги нужны. Он не слышит. Ни о какой милосердии. Вечером стали говорить. Николай ему показывает, что надо подсоединить, зарядить аккумулятор. Никаких у меня времени. Я поехал домой. Он, видимо, частник открыл эту фирмочку. Но если я подумал, все иномарки и столько их стоит здесь. Какие разбитые, какие нет. Их утром он стал смотреть. Неразбитые. Тоже что-то отказало. Иномарка – это не гарантия. Я читал это в интернете, что ничего, дорога, не случится. Случилось. Ну, выход один – молиться. Я сегодня уже с полночи, если так, по-нашему взять, с трех часов на улице. Все, ходил, молился. Скорбь на душе. Это в нас что-то. А что, еще и не знаешь. Просто молимся. Ну, братья зато отдохнули. Рядом поставили палатку. Это уже положительно. Вода прямо рядом. Кран был. Ну, а туалет тут недалеко, пусты. И вот. И обошлось как-то. Он пришел утром. Ну, никакой помощи нет. Но все-таки на зарядку поставил. Я не знаю, сколько он за зарядку-то взял. Сколько? А, вот. Ну, все-таки обошлось так. И вот мы... Оказалось, что работает. Выехали, выехали. И сейчас мы уже на километрах сколько? Восемься, поди. Двести пятьдесят четыре. Сколько? Двести пятьдесят четыре. Да, до Парижа. Все еще по Франции идем. Ну, приближает Господь через эти скорби очень сильно. Очень. Ничего нет. Одна молитва и дрожание рук. Но утром у нас здесь за границей ты горячего не приготовишь пищу. Отсюда приготовили, успели на свои газовые плитки. Все как положено. Ну, и поехали. А дорогой стали спрашивать. Звонить, где малютины. Были они рядом. У меня усаревшие данные. Они в Бордо. А Бордо мы уже проехали. Это пятьсот с лишним километров от Парижа. Думали в Швейцарию. Но сейчас посмотрели. Мы день-то потеряли. Ну, день, вечер. Утром выехали поздно. Мы из графика выпадаем. Поэтому Швейцарию, кто там, еще, какая там, Лихтенштейн или кто? Лихтенштейн. Это решили оставить. Оставить оно к югу, делать крюк и сразу податься на север. Там какие мелкие, пройти. Там Люксембург. И вернуться в Германию. В Германию это к племяннице Ронни Кун. Это муж моей племянницы Лапкиной Надежды. Из города Фрунзен взял ее. Вот. Посмотреть у них. Ребенок родился. Там ничего нет. Только поприветствовать себя, побыть может быть. Я спрошу только, кому должен. Они делали в прошлом году вызов, нынче. Ну, а потом Валентина Сортисон. Тут уже серьезная остановка. Связь по интернету. Выйти в Англию. Когда они смогут приехать, где. Хотели они, раз не получилось с поездкой, значит. Вот. Сесенец Андрей. Он латыш приедет в Латвию. Вот сейчас все снимается. Хоть один раз, посмотрите как. Тут не запрещается. Там рабочие французские работают. Видно где. Вот. Идут машины. И вот таких вот, это мытница, мытари. Вот сколько сейчас денег. Вот карточку Николая. Покажи поближе ему перед этим. Вот. Посмотри. Эту карточку дали на предыдущий. Вот такой вот о перегородке. А перегородок этих, вот таких вот, как одна. Их бывает там 24. Особенно в Греции это много их. Ну и здесь тоже. Вот сейчас он ее уталкивает там, в какое место. И она сейчас загорится табло. Вот нам перегородила дорогу. Шлагбаум покажи. Сейчас должна загореться цифра. Сколько же? Сколько должны? Ну-ка. Говорит нет? Поближе надклонись к нему. Чтобы, Витя, там показать, где он закладывает и берет-то. Маленько протянись. От отсоединения ничего не будет. Не выпадешь. Эй! Не берет. Ну, что такое там? Вот. Не берет. Может быть не та карточка? Посмотри, тихо. Посмотри. Карточка-то с этой, которая предыдущая была. Вот сейчас записываем через микрофон это все. Что? Выталкивает обратно. Ну, почему? Что не ту щель посылает или... Ну, давай. Вот теперь вверху. О, тут проглотило вверху. 49. 49. Еще себе. Представьте. На одной только мытнице 49. Вот. 45. Еще 4 надо. Вот. 49 евро. Это за дорогу, платные дороги. За платные дороги огромная сумма идет. На это не рассчитывали, но и не знали. Платно, да платно. А таких-то остановок-то ужас сколько. Вот она сейчас. Смотри. Красный пока горит. Если только деньги все заплатил. Машина. Там никого нету. И она высчитывает сколько мы зашли. Радар отслеживает. На нас номера уже вложены. И мы никуда не денемся. Даже если бы хотели с дороги сойти, нас сразу найдут. Вот. Теперь вот показывают как. Вот тут учат молиться. И обвинять тех, кто это сделал. Так, да вот. Номера. Идентифицируют все это. Это пришло время тому и быть. Тому не хочешь сиди дома. Там никто тебя спрашивать не будет. Ну вот мы поехали. Вот посмотри, как машины здесь также ведут. Вот оно. Вот теперь посмотри. Зеленый свет. Дали вот. Все. То есть она проглотила все деньги. Теперь сдает сдачи. И мы пойдем. Вон француженки там работает. Что-то у них застряло. Вон. Покажи там. Он работает. Их видно. Что-то у них не так. Нам путь открыт. Шлагбаум поднятый. И мы уходим. Вот представьте. Ну 48-150. 5,5-25. 2,5 тысячи сразу скинули. В наших рублях. В российских. Это каково. Ну бывает где-то меньше. Это долго не брали. Как понимают они. Но до Парижа-то еще не дошли. Еще взыщут несколько раз. Вот дальше ничего нет. Вот мы поехали. И где-то какие-то приборы сами включились. На каком мы километре и когда будем. Здесь ты никому ничего о Христе не можешь сказать. Ничего. Здесь совершенно другая обстановка. Это только какая-то беда. Когда все это рухнет. Система. И кто-то Бога найдет. Ну для верующих это никак не помешает. Ну был я здесь. Заплатил. Ну и что. Мог бы и не ездить. Сейчас мы едем в Париж. Национальная библиотека. Если Господь позволит. Ну а дальше как у нас уже намечено. А потом уже пойдем там на Копенгаген. Дания. А дальше Швеция. Винляндия. Норвегия. А уже из Хельсинки переплываем. Если Господь благословит благополучно. В Прибалтику. Эстония. Латвия. Литва. Сегодня 18 июня 2014 года. Мы находимся в Париже. Это центр. Ночью приехали специально. Перед Парижем ночевали. Чтобы легче было пройти. Национальная библиотека Франции. Никогда не видал. Вот покажи. Это больше 20 этажей. Стеклянные здания. Вот такие вот. Они буквой Г. И дальше. Это два здания. И там дальше еще два. И поднимаются лифты. И вот здесь. Сейчас мы покажем как. Никогда не видал. Все вокруг из дерева. Видимо дуб. И как они. Ну я как строитель. Мне даже это интересно. Вот сейчас ждем. Когда откроется. В каждой библиотеке. Оставляем свои книги. Уже назначена встреча. Мы проезжаем дальше что. Бельгия. Люксембург. Дальше там что еще. Нидерланды. Нидерланды. И назначена встреча. Снова возвращаемся во Францию. Там Жанна Исправникова. Вчера уже звонили. Собирает народ. Обзванивает всех. И вон бегут французы. Покажи. Как они утром занимаются. Гимнастикой. Холодно сегодня. Даже удивительно. Как холодно. Все одевшие. Вот там люди собираются. Ну а оттуда уже. Заходим в Германию. К моей племяннице. Надежде Лапкиной. Она замужем. Недавно у них ребенок. Родился за Рони Куном. Вот. И потом. Можно назвать даже ставкой здесь. Сортисон. Валентине Дмитриевне. Там тоже люди собираются. Германия. Если все как намечено благополучно будет. То тогда уходим через Данию на Скандинавию. Ну а там что? Копенгаген. Дальше Осло. Это Норвегия. Ну а из Норвегии. Значит тогда в Швецию. И ферстеньки переплывать. А там какой у шведов-то город? Из Стокгольма. Да. Из Стокгольма. В Турку. Ночью переплывать. А там уже в Турку ждут нас. Заранее они забронировали место на корабле. Именно в эти дни мы должны войти. Никак. Не позже. Потому мы дорогу кое-что пропускали. Что было намечено. Я хотел оставить книги в Монако. Мировой игрорный дом. Но шли уже ночью. А отдельно терять день никак нельзя было. Ну и далеко на юг поворачивать это Лихтенштейн и Швейцария. Но мы оставим где-то книги. Через кого-то передадим. Из Германии мы сейчас сразу свяжемся с Лондоном. И договоримся для них. Для Англии Шотландия и Ирландия. Придется комплекта три оставить. Это так пока задумки. Но пока все что было задумано так и есть. Прошли Азербайджан, Турцию, Афины. Там национальные библиотеки были. Там коим-чудем Марина нас ждала с мужем Плотниковым Дмитрием. Ну вот такие наши планы. Дальше видно будет как. Утром встали сегодня, дорогой помолились. Ну и пошли. Пойдем маленько пока на ходу. Я маленько объяснять буду. Вот написано. Национальная библиотека. Вот где видно. МК. И вот эти вот здания. Это громадины такие снизу кверху. Из стекла. Вот этот стол перед этим стоит. Вот написано. Библиотека национальная Франции. Библиотека национальная Франция. Вот это у них тут вход. Везде лифты поднято. For water security. Это что для вашей безопасности. Тут все сделано. Подписано. Я когда-то занимался французским языком самостоятельно. Ну просто ничего уже нет в памяти. 52 года назад. А вот посмотри какой пол здесь вокруг. Это вот видимо из дуба сделано. Никогда не видел такое. Какое расстояние. И вот оно из чего сделано. И как оно крепится. Вырезано. Туда вот такая вот заплатка железная. И она прикручена нигде. Это получается вся вот эта вот как шайба. Она притягивает. И вон до края. И вокруг. И все из дерева. Конечно тут не для машин. Вот тоже француженка торопится. Потерянное здоровье догоняет. Их особенно Лев Толстой. Парижан. За изысканный разврат. В крейсере Санате шпигует. Сравнивает там с обезьянами. Ну это тогда может было. Может сейчас и не так. Причем это всемирная известность их отворения. Не то чтобы я что-то там имею к ним. Ну он говорит о целомудрии там очень. Хатасам о себе говорит в женском вопросе. Я был неутомимый. Посмотрел там вокруг еще какие чернота. Какие здания. Даже удивительно. Там что-то переплетено. Это не леса строят. А просто так вот. Кто-то придумал забросать палками. Это официально сделать. Тут какие-то маленькие оранжерейки. Она вокруг вот бежит. Вот она по этой. По деревянной. Вот она где. А потом вот они как между собой стянутые. Какими полосками. С прорывом. И щели здесь, чтобы вода стекала. А там где-то в одном месте мы заглянули. А там этажи еще идут. Еще ниже. Вон открывается здание одно. Это третье. Вот это все библиотека. И она там. Ну это мы не видим отсюда. Видно только буквой Г. Написанное. Сгорит земля и вся на ней. Все, что на ней. Мы вчера ходили. Я говорю. Вот тут стекла-то будет сколько. Куча, горы, стекла. Ну как у нас тут получится. Мы пока ничего сказать не можем. Потому что было перед этим очень большое переживание. Машина встала. Но Господь так сделал, что нашлась там какая-то женщина. Машина, которая как за порядком на дороге смотрит. Все по форме одета. И вызвала эбукатор. И там мы были. И все. Николай Павлович Курчина, наш шофер, он все выправил. Аккумулятор сел. И генератор полетел. И он все разбирал. И нигде нет. Где купить не знаем. А тут еще нигде деньги не принимают. Эти же евро не принимают. Это крупные. Пятьсот. И везде взимает и взимает. Только подъезжаешь. Дорога. Не пропускаешь. Назад повернуть нельзя. Сорок восемь евро проехали. Заправку пошли. Поскольку каждый раз на заправке-то? Двадцать пять? Нет. Пятьдесят, шестьдесят. Пятьдесят, шестьдесят евро. Представьте. А этих заправок-то на двести километров. Ну и прикиньте, когда тысячи километров-то. Мы не знаем, как будет здесь. Но придется где-то что-то делать. Занимать. Занимать деньги. А потом отдавать. Приедем. Мы на себя не тратим еще ни копейки. Не считая, сколько это. Двенадцать или тринадцать. Евро потратили помидоры. Купили. Когда были в Виссабоне. Он, женщина, выходит. Пойдем-ка из библиотеки, кажется, вышла она. Нам надо спросить. Найти кому. Меня интересует пол больше. Вот этот вот. Его ширина. И дуб какой. Да еще что-то тут выбрано. И по середке, видимо, чтобы не скользила нога. Как наждак сделан. Туда вдавлено. Мне это очень даже интересно. Как это можно было сделать и для чего. Сейчас мы вокруг пройдем. Потом. Вот видишь, бежит черненький какой. Это ли она бежит. Это она, наверное. У нее сережки. Коса. Видишь. Люди любят здоровье. Это здорово. Я в Америке был. Там куда бы ни посмотрел. Там везде. Играют и прыгают. И лежат. Такой был писатель Владимир Щевелихин. И он пишет шведские записки. Ну и говорит. Вы не поверите. Говорит. Но во всей Швеции я не встретил ни одной толстой женщины. Ну. Шведская стенка. Ну. Тут сильно дует ветер. Видимо, ничего у нас тут не записать. Пойдем-ка вот сюда. Да холодно как. Ахота назад в машину уйти. Вот. Посмотреть надо. А. 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 Ну. Нигде ничего нет. Нет. Видно. Не подойдешь. А куда идти-то больше тут? Надо назад поворачивать. Ну. Главный уход-то там, наверное. Ну. Если там-то. Главный уход. И подойдем. Вчера мы тут стояли на остановке. На подъезде к Парижу. Где решили ночевать специально. Чтобы утром. Пока заторов нету. Проехать. Иначе не пройдешь-то. Ну. Ходенький навигатор все-таки ночью привел. Спрашивали несколько там. Уборщицы какие. Во сколько мы ночью-то приехали сюда? Часа, наверное, три? Около пяти подъехали. Около пяти по местному. Да. Ну, ребята, что-то я братьям сказал. Заднее сидение свободное. И ничего нет. Мы долго тут ходили с Виктором. Я лег. Ну, что тут сказать-то? Надо посмотреть, где тут вход. Когда они откроют. А то просидим. Ну-ка. Франция. Вот, блядь, ехо, видите? Вот. Тут все. Тоже мусор бывает. Девять часов сорок минут или что это означает? Ну, девять часов сорок минут. Ту лежу. Тут часы. Видимо так. Ну, да. Девять сорок. Девять. Ну, на, видимо, девять АО. Уже 2014. Вот туда немцы приходили. Что они тут немцы имели? И быстренько как-то пришлось уйти. Тут война-то была у Гитлера всего две недели. Хитроумный такой план. У него генералы-то были умные. Сумели все это разгромить, зайти. Никому это не надо. Кровь эта пролита. А сколько до этого тут война между немцами и французами была? Сюда были посланы гвардейские части. Отборнейшие у царя. На помощь им. Но революция-то случилась. Теперь все по боку. Их начали возвращать. Одна у нас такая, Емщикова Ксения Ивановна была. Ее муж был, красавец. Потом приехал, вступил в партию. Взялся директором. Где он в Чаремном был. Потом арестовали. Враг народа. Был во Франции. А он какое отношение имеет? Ни к революции, ни к чему его направили с войсками. Расстреляли. А ей 10 лет дали за то, что она его жена. Ничего нельзя нигде предугадать. Но если брать уже с космической высоты, то понятно, у Бога все было вымерено. Жили, Бога не искали. Она Бога нашла. А уж он как Бог даст. Когда началась реабилитация, ее вызвали в КГБ. Тогда НКВД было. И открыли его дело. Она когда увидела его, и сразу упала в уморок. Когда она пришла в себя, другой начальник, тому следователь, и говорит, ты маленько поаккуратнее делай. Ты видишь, все делает. Ну и еще там заплатили немножко. Это вот то, что во Франции был, даже пребывание здесь, уже ставилось вину неблагонадежность. Как в Крыму. Десятки тысяч краев белых расстреляли подряд всех. Опустошили все везде. Ну, да, понятно, да, изверги, да, все так, да, вот замысел мирового правительства. Но это все было предназначено, и никуда из этой истории не вывернуться. И не надо тут какие-то печали лишние наводить. Бог дал слезы покаяния. Покаяние задумается о вечности. Он, видишь, там убирает. Это мы находимся во Франции, Париж. О Париже я читал. У меня тут недавно Серебрянский, Серебряницкий ли писатель один, про Францию все написал, как я обратился через отверженной Викторию Гуго. Он подробно развернул эту картину. И то, что я вот хотел быть мстителем, как террористом, коммунистом отомстить за все. И как это перепрелось с Францией. Ну, писатель. Там столько, ну, нельзя сказать, что неправильно. Ну, как-то уж сильно возвышенно. И вот эта Франция вроде во мне так отразилась. Я никогда... Ну, написал, да и написал. Вдруг я во Франции нахожусь. Во Франции. Вот сегодня 17 июня, а 10 неделю назад мне было 75 лет. И я в это время тут... 18-е. 18-е. Ну, значит, поправку сделать. Вот. И в этом фильме отверженной Викторией Гуго Жан Габен играет Жана Вальжана. Несравненный, как его называют. Играл бы какой-то другой актер, более суетливый, более болтливый. Ничего бы не коснулось. Я в армии посмотрел где-то в 60-м году. А вот уже в 62-м, 27-го сентября, в 17-00, это в 62-м году, Господь коснулся меня в Латвии, в Венсполсе, я обратился к Богу. Когда Викторию Гуго, тогда он был, Жан Габен, произведение отверженное, я написал письмо. Он для меня, как крестный отец, столкнул меня на это. Но на внутренних линиях связи потерялось, сказали. Заплатил тогда большие деньги, считалось, за письмо заобыкновенное. Ну и кто-то сказал бы, ну и что, ты сам будешь во Франции, там и поблагодаришь Бога, что был Виктор Гуго, и вот такой роман, и он коснулся меня через фильм, который я посмотрел в армии. Это было начало моего усиленного поиска, я был уже совсем рядом. Но Евангелия не было. Он там слово Евангелие произносит. На полях пометки делал, думая из Евангелия. Я подумал, что за Евангелие? На полях пометки делал книги. Это Виктор Гуго пишет об епископе, об Евиню. Ну подробно там, это Наполеон, как он встретился, и он был священник, это ты. А он приехал к кому-то, Наполеон-то, и говорит, а что ты на меня так внимательно смотришь? Он говорит, передо мной великий человек, а перед вами большой человек, а перед вами большой праведник, или как-то так вот сказал, простой человек. И он зашел к этому начальнику, кто мэр города, или кто был Наполеон-то. А когда вышел оттуда, оказалось, он его про него только сказал, его сразу епископом поставили. Вот кто назначал. Но это редкий случай. Вот это вот одно здание, вот оно, одно из стекла. Ну там посчитаете, 20 этажей. Вот второе рядом, поворачивай, рядом на этой стороне. Вот. И тут еще вон два, мы уже обошли их ночью. Это все национальная библиотека. Вот рядом флаг, покажи, французский. И почему-то этот, он не русский флаг, а Марсельеза. Два флага висят. Видимо... Французский, Евросоюза. Евросоюза. Вот сейчас мы посмотрим, где нас все-таки могут принять. Везде все закрыто, 8 часов, а только в 10 открывает. И 2 часа торщим здесь. Ну ладно, там негр показал, где хоть туалет-то находится. Я поинтересовался. Идем, идем вниз, на улицу, где машина стоит. Оказалось, ниже, 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 крутишься. Я посчитал, сколько ступеней, ступеньку замерил, и получилось на 12 метров ниже. Так это еще не последнее, видимо, там еще есть. Там и гараж, и как люди уплотненные. 12 метров. 60 ступеней. По 20 сантиметров я посмотрел. Ну сейчас мы идем вокруг, здесь ничего больше не видать. Эфирио башни где-то в другом месте видно. Вон, видно, кран работает. Видишь, сколько тут люди работают, они понимают, что это такое. Никогда не ожидал, что библиотека одна может так выглядеть. Как-то над нами один такой, Евгенов был, в Мамонтовском районе. Что там за библиотека, посмеясь. Я говорю, в сравнении с чем? Ваша Мамонтовская районная библиотека в сравнении с краевой, маленькая. Алтайская перед Московской тоже не так велика. Ну вот оно, пожалуйста. Чтобы вот так на глазах сразу весь комплекс. Да это может быть не весь, это мы только увидели. Говорит интернет. Вы везде выдавил книги, и книги не читает никто. Это абсолютная неправда. Во-первых, не все в интернете выставлено. Есть много архивного. И люди приходят и считают. Итак, пойдем дальше. Все пока на этом. Благословен Господь. На кого Господь, Бог говорит, плюнет, тот и епископом станет. Так интересно. И я все подвожу к тому, что Франция никакой роли в моей жизни не играла. Он-то повернул к революции. Я вроде увлечен был. Не было этого. У меня коснулось то, что там говорится такое. Разве не было другой цели у тебя? Спасти не жизнь свою, а душу. Не жизнь, но душу. И когда он умирает, Жан Вальжан. Жан Вальжан. Вот. И Мариус. Казетта, которую он усыновил. На ней он женился, там, княжеский сын. И они говорят, ты много страдал, отец. И вдруг на весь экран распятие Христа. И говорится, вот он, великий страдалец. Я долго гонялся за этим фильмом. Наконец, нашел его в архивах. Дали мне переписать. Но этого кадра там нет. Не было. Это в советское время. Фильм, кажется, о Франции и Германии вместе ставили. Вот. Но для меня это было началом пути. И началом, вот к этому началу поиска сказать. Начало было это в Венспилсе. Куда мы держим путь после Скандинавии в Прибалтику. Вот они тебя бежали вокруг и бегут. Она какая-то как кореянка или кто. Воздух довольно свежий сегодня. Ну, так бы, если не говорили, что это Франция-то, я подумал, что в Барнауле. Такие же люди, как в фильме «Камагридеша». Мирон смотрит через стекло. Да все то же самое. Зеленые люди. Такие же. И руки, и ноги зеленые. Для нас, конечно, это не так. Для нас главное – это библиотека. Мы оставляем материалы. Не забыть, надо журналы и визитки подготовить. И встреча с людьми. Но встреча с людьми у нас тут во Франции откладывается немного, пока мы вернемся в другом месте. Здесь мы никого не знаем. Были знакомые наши из Потеряевки Малютины. Но они оказались почему-то уже в Бордо. А Бордо – это 600 почти километров. А мы через него проезжали, не знали. Говорю, поближе будем, свяжемся. Связались, а вы уже нас проехали. Ну, ясно, что поворачивать не будем. Нам бы Господь дал, чтобы транспорт был целый, не поломался ничего, заехать в Россию. В Россию наша ставка там находится в Калужской области нынче. И вот там у Владимира Куха магазины. Все, что нужно, можно закупить. У нас шофер-дальнобойщик, экстра-класс. Что тут больше говорить? Про Париж все узнаете из книжек. Главное, что мы здесь находимся. Вчера тут на остановке остановились здесь, и два мусульманина, и оказались в Нальчика. Ну, стали говорить, они ничего не знают совершенно. И почему-то отказали, чтобы их снимали. Они снимают, я не стал разговаривать. Прямо наседают, наседают. А то вот неправильно, Библии много, Библии там сотни, а видно, что ничего не знают, ничего. А вот этот пророк, последний пророк, Мухаммад, да мне, зачем, ты веришь в Него, ты верь, я верю во Христа. Я говорю, Христос воскресни, нет, я его живьем взял. А как вот, это их там научили, я видел это в интернете, допрашивают. Бог все знает, все знает, значит. Ну, я должен ответить, да, все знает. А вот Бог кого, ну, сотворил. А как же Господь, когда спросил Иисуса, когда будет последний день, а Он ответил, не знаю. Я говорю, так Он Бога человек, Он по человечеству, Он не понимает ничего. Ну, одинаково все так, сфотографировались мы с Ними. Библию не читал, не читал. Я говорю, ну, Коран, Пасура моя, там весь разбирал и неоднократно его просчитал. Я могу сказать, сколько в нем букв, у меня даже это подсчитано. Насколько он меньше Нового Завета, на сколько минут. Суры и аяты все и по военным действиям, и по постам, по всему, по всему я разбираю их. Ну, они, видно, что наступает, они знают еще. Мы больше не стали разговаривать, обедали. Значит, и тут встречаются люди, мусульмане, желающие доказать свою правоту. Я захожу на это не так, как Данил Сысоев. Тот доказывал, кто он такой, Коран. Мне зачем? Я доказываю Библию, показываю Библию. Он говорит истину. Я есть им истинной жизнь. Все эти места из священного писания я ему привожу. А они правильно написаны. Ну, для тебя не проли, я твой Коран не трогаю. Ты верь в Коран, я верю в Библию. У меня есть радость спасения во Христе, а у тебя это и нет. Потому что вот вчерашний день. Вчерашний день ты не вернешь никогда, а за нас умер Христос. Пречистую кровь свою пролил. Вот надо узнавать еще где что. Ну, все, пойдем, а то холодно, наверное. Так, снимает Виктор Николаевич. Савченко поверни хоть на себя, покажи. Маленько. Где находимся мы. Вот. Мы едем с этой миссией. Встречаем везде людей. В Лиссабоне. И по порядку где. Ну, где есть возможность, конечно. Свидетельствием оставляем много материала. Много. Полный комплект в самой национальной библиотеке. Вот как в Лиссабоне. А, ну, 8 экземпляров только по 4 книги. Это все работает. Там встретился один, который говорит, а я читал, у меня книга ваша есть. Веселый такой, радостный. Уже я прознаю там. Ну, я подарил еще им книги. Это вот дарим полный комплект. И который отдельный Новый Завет и для Слова Божьего нету с 4 к истинному православию. Это еще я половину дарю из того, что кое-что продали немножко. Три книги и для Слова Божьего нету с это 100 евро. И нам маленько только хватило. Только выехали, уже денег нет. Ужасно как. Ты думаешь, как выехать-то с этого места из Прибалтики-то. Главное, что деньги есть. Не то, что там я не даю, а сколько нужно было. Все это высчитано. По 60 евро на день. Мы не тратим. А 60 евро тут один раз заправили, ее и нету. Нету. Значит, надо у русских тут, у своих будем, чтобы дали евро, а мы дали им деньги. Когда они приедут, они им сгодятся. Ну, все, пока пошли. Возьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...